Итак, что же дальше? Дальше разветвление на 5 различных сюжетов, которые мы будем долго-долго разрабатывать. Арифметика целых чисел. Это многочисленные следствия из основной теоремы арифметики, в частности, решения некоторых замечательных уравнений в целых числах. Ну, самое известное уравнение это А квадрат плюс Б квадрат равно С квадрат, то есть нахождение всех прямоугольных треугольников с целыми сторонами. И я вам обещаю, что мы эту задачу обязательно решим, причем, на самом деле, в разные моменты нашего большого пути мы ее решим разными способами. И одним из способов мы ее, в принципе, готовы решать уже сейчас. Но, однако, давайте продолжим. Какие еще у нас будут расширения? Арифметика целых чисел. Арифметика целых чисел. Алгебра целых чисел. Здесь будет сумма Минковского. Сумма, господи, что я пишу? Сумма Минковского. Очень удобный аппарат. Затем еще раз о свойствах плюс-минус. То есть снова о групповой структуре. Снова о групповой структуре. Дальше, немножко другим, под другим углом зрения мы посмотрим на наибольший общий делитель. И, наконец, построим фактор-группу. Фактор группы. Группы целых чисел. Ну, это арифметика остатков. И здесь мы много будем работать. Долго. Поехали дальше. Арифметика, алгебра. Геометрия Z. Геометрия. Как это? Геометрия чисел. А как это так может быть? А вот увидите. Ну, давайте я сразу скажу примерно, что это такое. Забываем про то, что у нас где-то есть ноль. Тогда, если мы забыли про ноль, то целые числа предстают нам очень понятной симметричной картинкой, идущих через один точек на равном расстоянии друг от друга на какой-то проведенной прямой. Вот. Это такие афинные целые числа. Термин, ну, как бы связан с афинными преобразованиями. Афинность, когда говорится, что что-то афинное, значит, мы забыли точку отсчета. Забыли корни наши. Видим только всю картину. Вот. И вот эта вот, так сказать, прямая, на которой нанесены целые точки, ее можно двигать влево-вправо на любое количество, целое количество таких вот единичных отрезочков, да, то есть на любое количество ячеек. Либо можно еще переворачивать иногда, да, значит, если мы удобно так как-то перевернем прямую, правильно, ловко, то тоже вот эта вот картинка целых точек, она останется той же самой, то есть они переходят друг к другу, какое-то преобразование будет взаимооднозначное между ними, то есть как единое целое останется картина этих целых точек. Вот это очень интересный сюжет. Движение прямой, значит, состоящее из целых точек. Ну, потом, конечно, мы перейдем к общим движениям, но это позже сильно. Далее, так, возьмем черный. Черным напишем технология. Технология целых чисел. Алгоритм эвклида или цепные дроби. Что на самом деле одно и то же. В том числе геометрический алгоритм эвклида. Или цепные дроби. Бывают цепные псы. Ой, и начал писать цепные псы. А бывают цепные дроби. Это супер красиво вообще. И кучу задач таким образом можно решить. Интересных и сложных. Ну и, наконец, расширение целых чисел. Кольца. Гауссовых чисел. Ну-ка, я сейчас их здесь нарисую. Смотрите. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь, пожалуйста, продолжите это до бесконечности. И рассмотрим множество всех узлов этой сетки. Его можно оснабдить операциями плюс-минус и умножить. Вот это вот все множество целиком. Очень красивая арифметика возникает. Очень важная для решения некоторых задач. Ну, а также еще некоторые кольца. Числа Изенштейна, так называемые. И многочлены. Про многочлены мы будем очень долго говорить. Вы не поверите, но то, что я сейчас обрисовал, это 200 уроков примерно. Поэтому это надолго план. Вот. Будем этими разделами постепенно заниматься. Вот. Шаг за шагом. Причем в некоторые моменты мы будем, скажем, арифметику оставили. Некоторое время алгеброй позанимались. Потом алгебру оставили. Ну, некоторая им геометрия у нас идет. Да? В общем, можно вообще сказать, что вся математика – это вот либо арифметика, либо алгебра, либо геометрия, либо технология, типа формул сокращенного умножения и что-то в этом духе. Либо, соответственно, расширение нашего понимания тех объектов, которые мы уже изучили, до каких-то новых объектов, которые обладают похожими свойствами. Вот это такая дорожная карта всей математики, можно так сказать. Вот. Ну, вот, собственно, мы будем тогда теги делать такие, что конкретно это арифметика, алгебра, геометрия, технология или расширение. Ну, и там какие-то дополнительные теги будут. Так что, в путь. Продолжение следует...